Если не я, то кто главный принцип добровольцев? Еще недавно трудно было представить, что волонтерское движение станет мощной и сильной поддержкой во всех сферах. Вперед пандемии помощь неравнодушных и активных ребят была особенно необходима. Был бы коллапс, если бы не волонтеры. И коллапса не произошло, потому что действительно в те дни организовалась и появилась большая армия волонтеров, которые и начали оказывать эту помощь. Армия, в которой нет ни возрастных ограничений, ни статусов, ни званий, ни регалий. Все собрались и работали на одно общее дело, на помощь людям. Приносили лекарства, еду, помогали пожилым людям, медперсоналу. Для многих такая помощь оказалась жизненно необходимой. Затем активно участвовали в переписи населения. С началом спецоперации, не покладая рук, волонтеры занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи. Это тоже тяжелая работа. Множество рук нужно и закупить, и привезти, и упаковать, потом машину загрузить. Большая, классальная работа. Я хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете, за то, что вы искренние, сильные и неравнодушные люди. В знак признательности и благодарности глава муниципалитета наградил волонтеров нашего округа почетными грамотами и подарками. По его словам, этот опыт взаимопомощи обязательно пригодится в будущем, а добрые дела вернутся втройне. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Спасибо.